привет с вами татьяна калашникова сегодня продолжаем тему зимних пейзажей зимних картинок и сегодня будем рисовать снегири я расскажу как очень просто вот давайте сразу буду лидером рисовать у нас будут два снегиря снегирь и его подруга вот тут вы мне наверно подскажите снегириха наверно да у нее такой хвостик чуть в сторону и они такие нахохленные вот в эту сторону немножко вот так клювик тут будут глазики вот пузень вот аж сюда вот так вот хорошо выпуклый мне хочется сделать и у него такое более деловое выражение лица головы да здесь щечку сразу сделаем причесочку и отсюда у нас пошел вот вот это вот крылышко красивенькое такое и хвостик и вот они вдвоем будут так сети вот здесь у меня будет глазик схема какая смотрите мы рисуем овал вот прорисовали вал яйцо такое одно второе теперь сверху такой как 1 полукруг 2 полукруг одно крылышко у нас идет такое более округловатое да и хвостик в эту сторону а второго ты снегиря нам надо развернуть сюда поближе ну как будто он за ней вот по ухаживать пришел до что не замерзла на ней вот поэтому мы сюда разворачиваем клюв вот здесь вот голова у него будет и крыло вот сюда и лапы вот здесь вот теперь как-то у нас здесь будут ветки конечно если это снегири то обязательно тут будут рябины ну что вы даже не сомневались не смотрите на то что эскиз такой уродливый сейчас вот он будет красивый мы сейчас начнем его красить проверьте будет все гораздо красивее так кисточки кисточки берем такие какие у вас есть это уже хорошо если есть какие-нибудь фон не хочу сильно делать каким-то потому что у нас снегири получается ярко алая грудка у них до рябина у нас красная то есть он нам можно сделать какой-нибудь белый и до мешать у него ну вот любой какой-то мне тут был на палитре какой-то фиолетовый вот я его и возьму он меня вполне порадует и вот такой вот сделаем им такой закатно-рассветный фон я немножко возьму вот этого фиолетовенького немножко возьму где-то розоватого сделаем такой вот хороший фончик смотрите можно любой ну можно вот чуть там голубинки где-то добавить ухо добавила ну ладно я с ней потом еще поборюсь с голубинкой когда долго рисуешь акварели потом берешь гуаши начинаешь ей рисовать как акварели так развели какой-то фон сделали поверьте вот честное слово не важно потому что сверху у нас будет рябина она будет красивая ей нужно просто дать какой-то рябина ветки у нас будет вот совершенно такой романтический пейзажек утренний поэтому особо переживать по поводу вот этой вот заливочки не стоит но лучше конечно уже по-честному сделать ее красивой да это правда так я сделала из того что у меня было отлично вообще ощущение зимы и холода есть розовый такой холодный голубой прекрасно теперь дальше мы рисуем самих снегирей я вообще не стесняясь сразу беру яркалы и начинаю под с грудки рисую и так как растут перышки вот это вот очень хорошо если у вас получится сразу вот обвели вот это место для щечку одну сделали щечку вторую вот это все будет черная а грудку я сразу делаю вот так вот да и там где у меня передняя часть вот это вот я для того чтобы ее закруглить чуть-чуть добавлю оранжевинки на то есть вот же желтого добавляю а он делает уже оранжевый и добавляет такой немножечко объем мы есть не ериха уже объем не и стала под крылышком я немножко темнее и вот здесь вот там я не встречаются пузами тоже чуть чуть темнее а самый самый низ я сделаю потом светлым и вот пока у меня на кисточке этот красный цвет прекрасный я рисую моего снегиря можем его даже как-то назвать почему-то мне хочется назвать его федором вот он мой снегирь федор тоже уже практически готов вот смотрите я ему щечку сразу делаю вниз вот тут вот не дохожу потому что сейчас я тут буду белильцами немножко добавлять вымываю кисточку у меня тут рядышком лежит салфетка и и вытирают если вдруг там и вот снизу начинаю смотрите вот от хвостика сюда вот это вот пузо делать чуть-чуть белым и вот она как раз немножко у меня переходит в красный и становится таким вот разного там и федору сейчас тоже мы сделаем такой же ну за нарядное прекрасно так и федор прекрасен и так я чуть-чуть вот это вот микширую немножко вот эти границы до разным а я теперь беру черный вот самый черный который есть и делаем голову вот вот он мой полукруг вот глаз все зарисовываю федор глаза мы те нарисуем попозже ты не нервничала на и тебе так тоже но я тоже как-то назовем наверное чуть попозже клюв будет у нас такой серенький поэтому я сейчас не настаиваю на очень черном я его потом выделю отдельно так вот смотрите вот у нас одна голова полукруг да и 2 и крылышко вот одно крылышко что там не то ваш тут чуть более редкая но и это очень хорошо потому что у меня тут на крылышке должно быть еще кое-где и серенькая и черненькая и хвост я делаю это же в одну сторону и у федора у меня тут и крылышко готова крылышко и хвост есть ну вот собственно силуэт нашего снегири уже просматривается вполне ну то есть уже ни с кем не перепутаешь правда теперь для того чтобы уже его подснегирить окончательно я взяла беленького и вот тут вот чуть-чуть добавляю по верху и он становится серым как раз вот мне нужно чтобы хвостик и на крылышко кое-где добавить серенького можно и вот здесь вот на голове немного притепырить если вам хочется если нет то не нужно этого делать лапы беру чуть потоньше кисточку ну какой-нибудь вот эту возьму коричневого давай моя золотая тебе раз и два от лапа просто так раз два три сделали все готово раз два три делали все и готово почему потому что они же своим пухом лапы накрывают они же тоже не хотят замерзнуть правильно поэтому у нас особо там никто у нас кислоиде не демонстрирует они себе спокойно отдыхают и я сделаю клювик такой посветлее возьму охру и ее чуть-чуть вот так вот в черной пока не остыл а ему мы сделаем прям коричневый так кисточка давай дорогой все федору коричневую посолиднее сделаем клюв ему такой вот давай тебе тоже мы коричневая ведем что ты не расстраивалась так собственно готова эта часть она меня устраивает если захочется потом можно будет вот вот эти вот все вещи подаводить да вот там где под клювиком чуть темнее у нас должно быть потому что она живут нахохлилась да и у у нее вот здесь вот чуть темнее у него вот тут вот немножечко готова когда подсохнет я сделаем глаза теперь ветки для веток берем коричневый тоже какой под руку попался и хорошо я его беру побольше потому что ветка должна быть длинная вот прям не стесняю взяла хорошенько на кисточку и смотрите как ветку ведут так чтобы она у меня вот перед хвостом проходит да прям по птицам и здесь и я кисточку все время немножко прокручивая данном не уходит тоненькая здесь я больше нажимаю и кручу кручу кисточку и нам не раз 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 куда-то ушла прекрасно ответить уже у них тут практически свидание и романтик и вот здесь вот вот эта часть верхняя сверху чуть толще дерево а сюда уже идет немножечко тоньше да отсюда на всякий случай сделаем какую-нибудь ветку такую не очень не очень толстую и не очень тонкую веток по моему уже достаточно единственное вот смотрите делаем так ветки чтобы здесь они были вот толще а уходили на более тонкие так теперь рисуем рябину сегири без рябины это же все дурь какая-то правда зачем же у нас зимой снегири будут без рябины сидеть ну что ж мы совсем уже что ли палочка ватная любимая и рябина смотрите чтобы она вот прям красиво смотрелось мы берем и бордовый и алый вместе и вот так вот их чтобы у меня и выше и ниже было и чтобы обязательно одна другую закрывала вот такая вот красивая рябина рябинушка прям вообще вот чтобы не захотели улетать и сразу к этой рябине я делаю вот тоненькие вот такие вот веточки на которых собственно растут эти ягодки вот раз два три вот такое вот соцветие да делаю как это называется плодоножка да так и здесь вот просится да вот здесь вот у меня такая рябина красивая взяла бордового взяла алого и красиво наставила вот это конечно вообще рябина сказочно так ну я думаю что мои снегири просто не захотят отсюда улетать настолько тут красиво так внизу конечно же у меня тут целая вообще дискотека из рябина должна быть побольше 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 такой это он ее наверно на завтрак пригласил или на ужин и здесь парочка таких не особо активных ну в смысле не не очень пышных и все ну вот сделайте так чтобы у вас все были разные до 1 чуть больше 1 чуть меньше так я закончилась с рябинками теперь каждой рябинки добавляю вот эти вот раз веточки на которых она растет и вот здесь вот это сюда это вот здесь здесь вот так вот этому желтому просится еще пара листочков таких каких-то прямо синих вот случайно они задержались тут и мы их вот случайно куда-нибудь подсунем вот один там где-то и вот здесь вот случайный такой листочек рябины у нас зазевался и остался так теперь ваше любимое снег наваливаем так чтобы вообще прямо чувствовала что зима настоящая вот как у нас сейчас вот снег мы можем снег немножечко одну капельку вот его подголубить вот чуть-чуть чтобы было видно ну конечно смотря какой у вас фон если у вас фон такой поярче то можно белый да а если он немножечко бледный вот как у меня да тогда мы берем чуть чуть больше голубого и накладываем на ветки и на рябину и опять на ветки и вот сюда и на рябину опять так ну и для полного счастья уже чтобы совсем уже было у нас снежная такая атмосфера мы возьмем беленькую красочку и сделаем снежок такой пум 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 большие такие толстые снежинки и маленькие у нас дело в том что на нашей картине получилось самое темное пятно это снегири поэтому снега не будет очень хорошо видно если мы его только не сделаем еще светлее чем все поэтому я еще сейчас вот такого чуть-чуть вот добавлю снежка вам нужно взять саму лохматую кисточку которую вы найдете и побрызгать или вот такой вот способ ну вот 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 так вот побить кисточку об кисточку как вам больше понравится и теперь я делаю маленькие такие глазеночки вот один и второй беленьким выделяю раз это мне снегириха и федор так если хочется можно сделать вот эти лапы посерьезнее вот побольше чтобы они выделялись можно чуть не добавить черненького вот так вот все на этом наши прекрасные снегири готовы экипаж и командир прощаются с вами подписываем работу я свою тоже подписываю всего вам самого классного пока